Всем привет! Ну вот и наступил наш первый вездеходный день. Он был и насыщенный, и эмоциональный, и достаточно быстрый. Был малый пробег, но никто не знал, что ждет нас впереди. И тем он будет интересней. Приятного вам просмотра! Доброе утро, народ! Что-то поезд не уехал никуда, да? Греется. Греется, всю ночь грелся, зараза. Наконец-то вездеходы земли коснулись. Ну, мой первый, по крайней мере, это сделал. Подъем! Ух, проспал сегодня все. Сон был крепкий, сны были сладкими. Готовы к старту. Так, осталось все это барахло теперь разгрузить по щелям. Благо, в Максе места много. Ну, что-то Мишке засунем. Мишке вообще пустой вездеход едет. Так, сборы идут полным ходом. Я, народ, пытаюсь впихнуть. А то, что однажды было уже сложено, снова на место и ничего не получается. Третья попытка. Надеюсь, ну, хотя бы с четвертой у меня все получится. У ребят вообще все грустно. У них перегруз. Будем забирать у них и распределять добро. На рыжие шапки ходят наши. Дизельная электростанция, ребят. Дизеля круглые сутки молотят. Мы вечером приехали, я думал, паровоз что-ли стоит на путях. Нет, оказывается. Дизеля. Тут разруха везде. Были фермы, видимо, раньше. Мишка повернись к нам лицом. Странно, как я все это запихнул дома. Время бежит. Время бежит. Нам уже надо ехать. Обедать будем в тундре. Ну, должен сказать, что прекрасно, что мы в детстве играли в тетрис. Это очень сильно пригождается нам. Ну, вот, ребят, я увязал уже весь банно-мобильный комплекс наш. Палатки три штуки. Бочка с печкой еще к Мишке попадет сейчас вездеход. Потому что у него пустой салон едет. И все, мы готовы. Решанька на дозагрузку поехал. Сейчас мы его дозагрузим. Стоп! Вот, ребята, все собрались. Смотрите, как загрузился вездеход. Места пустого просто нет. Ну, можно было, конечно, до крыши наложить. Размазали все равномерно по машинам. Да, вот, ребята, решили много не брать с собой. И не взяли. Взяли вот ведро. Где-то у них тут прищепочки были красивые. Такая круглая штучечка. Вот она. Вот, это очень нужная походная шаманская штука. Успокаивает. Болтается она, успокаивает. И бубен. Да. Тазик, конечно же, стирать-то тазик нужен. Сеточка бестолковая. Бестолковая сетка ненужная, да? Не моя, скажи. У меня прищепочки и тазик. Найти меня. Ребят, ну вот и в Мизине мы встретили подписчика. Как зовут? Николай. Николай. Из Мизине, правильно? Из Мизине. Вот. Николай просто забыл телефон. Забыл фотоаппарат. Говорит, блин, ребят, я бы сфотографировался так. Ну, а так у нас в кино будет. Тогда точно все поверят. Точно. Что встретил. Да. Николай собирается на рыбалку. Тоже. А мы вот собираемся на мыс Канин-Нос. Наверное, я думаю, после обеда выйдем даже. Сейчас у нас собиратели соберутся все. Один у нас может быть в три, в четыре, в пять, в восемь вечера. Как в обеде, так и выйдет. А самолеты как электрички здесь ходят. Тудым-судым. А, тяжело идет. Точти на месте, да? Так. Ну, наконец-то мы куда-то хоть сдвигаемся. Итак, у нас все заряжено. Аккумуляторы заряжены. Полный бак. Тридцать три и две десятых моточаса на счетчике. Посмотрим, что будет к концу экспедиции. Вот мы собрались и выходим на мыс Канин-Нос. Не спеша. Олег, трек есть у тебя выхода мимо полосы взлетно-посадочной? Есть, да? Поведешь. Давай. Поведешь первый. А что я-то? Ты главный. Начинается. В этой экспедиции ты главный. Не-не-не. Вы видели, как они с себя ответственность снимают? Повесили наклейку команда Герасим Шерп и все, я главный, значит, теперь. Если что, все косяки с меня. Не пойдет. Все хорошее это ты, а все плохое это Миша. Распредели между вами, да? Сейчас тебя профсоюз Мишик заругает. Поехали. Здесь, ребят, Минприроды ругается, чтобы наказывать за выезд через Мизень. Поэтому мы выходим через болото. Сначала, вправо у нас городская свалка. Пошли первые километры. Сейчас дойдем до моря. Устроим обед. Потому что мы без завтрака, без обеда собирались, чтобы побыстрее собраться. Наконец-то выехать. Все хорошо. Все хорошо, конечно. Иди... Идем к краю болота Вон Мишаня едет Продолжаем работать, кстати Сейчас как раз звонил Андрей из Москвы Андрей, привет! Хотел приобрести Шерп Макс Остановились на 5 минут, пообщались Я думаю, одним шерповодом будет больше Ответки в левее, левее по деревцам Сейчас я попробую переставить Машины идут с хорошей нагрузкой И поэтому мы тщательно выбираем дорогу Для того, чтобы не терять время Вытаскивая друг друга Буксуя, застревая Потому как это не есть наша цель Сейчас вот Запороться туда, откуда там выбраться Нам тяжело Субтитры сделал DimaTorzok Герасим Васильевич, а когда мы будем уже кушать? Через 9 километров 300 метров Давайте-ка ближе к лесу, наверное Да, вдоль леса надо идти Все, Олег, так и выходи, аккуратненько Олег, не надо вперед, только назад Все Бля И вот вкорячился один вездеход у нас Но я уже вкорячился, меня уже вытаскивали На перегруженной машине И смысла ехать туда нету Вот видите, чернота какая Вот ее надо объезжать Было уже коровка Давай, теперь улетай Давай-давай, аэродром готов Давай, корова, иди Лети на небо, там твои детки кушают конфетки Че там надо говорить Чтоб корова полетела Ну че там, Мишлен? Можно двигаться? Конечно Да, туда же в окно ныряем обратно Пригрелась ты, смотри-ка, корова какая наглая Давай-давай, полетела, полетела О-опа, красота пошла Свободу, свободу честным котам Ну вот, сначала загнал его В яму торфяную, а потом, говорит, свободу В общем развлекаются ребята пока, энергии много, надо ее куда-то тратить, Мишка экспериментирует, давай-ка вперед, давай-ка назад, нет, назад давайте не идет, будем доставаться. Продолжение следует... Переправа через реку Пея. 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 Переправа через реку Пе. Пятки, вы просили меня взять с собой дозиметр. Вот я взял фон нормальный, вообще 0,8 мильзиверта, 0,08. Дома в Москве, у нас там в Подмосковье, вот 7 даже, у нас там 12-14 бывает. А тут прям вообще очень хороший полон. Если что, будут изменения, я вам расскажу. О, куда рюхнулся Олег-то? Олег, что, не трать время, давай-ка я вытащу назад. Олег, чернота, видишь вот эту? Вот не надо в нее суваться. Это торфа без ковра уже. Тяжело идут машины. Тяжело, кстати. Тяжело идут. Тяжело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 до семжи 11 осталось поехали туда и дальше за семжу пройдем чуть-чуть это самое и встанем только слабаки так делают ягоду чо успеешь черпануть вот алексей марат горгашьян он на ходу клюквы поезд и все и сутки не кушает потому и победяка великий что думаешь он зря такое окно большое делу спереди еще одна загруженка присела дима присел у нас прилип в окно торфяное стащила его осадить какие черные окна вот сюда и на отсутся черные окна это все как обиака такой нашей загрузкой адовый ночью не сделаешь везем детям подарки мы не скупились на вес на все наверное каждая машина у каждой машины во первых начнем с того что где-то по 300 литров топлива солярки заправлена вот личных вещей килограмм там десять наверно в каждой машине килограмм по 100 150 фруктов продуктов и детям в шойну и маячником то есть это уже вот по полтонны у меня допустим там килограмм стоящий запас это нз консервы прочее 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 в рундуке лежит короче хватает у нас добра всего бы приседать и вот такие вот ошибки когда ты промахиваешься в торфяне промахиваться нельзя а мы хотим кушать мы сегодня не завтракали еще а времени секундочку 16 56 и вас бросай ружье и слывай ребят вот как раз яркий пример о том как надо вернее как не надо проходить участки между торфяными окнами на что-то я отвлекся либо решил чуть-чуть сторонки пройти от колеи завалился в торфяное окно и сейчас вот пытаюсь как-то выбраться так что я не могу чтобы не задерживать никого и то же время не прибегать к чьей-то помощи чтобы никого не возвращать назад ну как видите у меня а Одно дело увидеть всю эту высоту самому, другое дело поделиться этой высотой с вами. Это гораздо приятнее. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте. Это Герасим говорит. Да, мы сейчас уже на Белом море находимся, на побережье Белого моря. Связь очень плохая. Смотрите, мы вернемся где-то числа 17-18. Причем буквально вот завтра у нас уже останется только спутниковая связь здесь, да. Вот. Вы же знаете же сайт у нас, да, герасимшерп.ру? Не, ну, естественно, мы можем сделать тест-драйп, у нас две машины, просто мы, скажем так, действующие вездеходчики, мы полмесяца, месяц живем в этих вездеходах. Поэтому вот получается так, что мы сейчас вот в экспедиции находимся. Вот. Позвоните на завод, скажите, что вы от Герасима. Вот. И вам там, в принципе, все расскажут, объяснят, помогут с приобретением, со всеми вещами. Вы, соответственно, автоматически у нас попадаете в команду Герасимшерп. Вот. Это совместные выезды, экспедиции какие-то. Спасибо, да. Вы мне на всякий случай напишите на почту. Вот, меня уже экспедиция, это самое, пинает. Я-то встал с вами, разговариваю. Все спрашивают, что остановились. Сейчас, секунду. А, нет, секунду, по телефону говорю. Виталий с Алтая. Все, замечательно. Я запишу номер. Спасибо, Валерий, сейчас попрошу. Поехали. Спасибо, до свидания. Спасибо. Ребята, и вот даже здесь, на Белом море, мне поступают звонки. Виталию с Алтая. Большой привет. Он тоже хочет посмотреть вездеход Максу Уык и Ах. Мы не офисные продавцы. Мы постоянно находимся где-то в экспедиции, где-то в походах. И знаем этот вездеход изнутри. Знаем о нем очень многое. Поэтому, Виталий, я обязательно перезвоню. Как только мы вернемся в цивилизацию, я перезвоню, и мы сможем пообщаться, устроить тест-драйв и решить все вопросы. Дурьезно тут, ребята, мучеек такой. Опа-да. Опа-да. Да, вот это, правда, здесь квадроциклиста называется. Муговые травы. Ну что, ребята, ну вот оно, море. Ура! Добрались! Море! Бра, народ! Мы доехали до моря. Это Усть-Тереки Мизень. Впереди поселок Ксямжа. И мы все в сборе. Что не может не радовать? О, обещал тебя мужик на море вывезти. Вывез? Я и купальник села международцами. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, можешь попробовать сейчас бегать быстренько. Что-то вы какие-то лопушковые. Я пасу. Это страшно. А что, ведерко зачерпни водички и полейся так. Эх, красотища! Не в самом деле, что на море-то берег другой вид. А вон там море начнется. Это Усть еще. Везде нет. Вот, драйвишек мы тут заготовили, нашли немножечко. Я вон буй нашел. Не, вы можете чуть-чуть подскочаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Вот, ребята, и здесь у нас подписчики есть. Есть, есть. Как зовут? Виктор. Виктор Семжи. Двигаемся потихоньку на Канин Новос. Хорошая машина. Дорогие, только сильно. Дорогие. Вот тут в пик поспоришь. Да. Олег, вода вниз пошла. Уходите. Можем подождать часик, можем переплывить. Здравствуйте. 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 Куда едете? На Канин Новос, на мыс. Туда. Так, ребят, будем переплывать сейчас. Там, может, бережки такие крутые, надо искать выход. Но нам и говорят, подождите часик, вода упадет и тогда вылечит. Ребят, решили не ждать полного отлива и пойдем так будем переплывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали куда-то в лесуочку на берег. Нормально ручеек завалило. Че, они отойдут, что ли? Я не знаю, а че на меня все смотрят-то. А ты у нас предводитель. У тебя лучше тягать, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окно только закрывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз ручей, сейчас два ручей будет. Ребят, еще 260, и мы на Канином носу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Прошли 45 км по болотам... Продолжение следует... Продолжение следует... Передвижной свет... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...